Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня у нас началась рандомная неделя, сегодня понедельник, 8 августа, первый день рандомной недели. И так как у нас первый день рандомной недели, я сегодня покажу всё, что я планирую взять в рандомную неделю. И сразу хочу сказать, что не знаю, как она у меня пойдёт в рандомной неделе, потому что триастарта, которые я, в общем-то, очень люблю, которые мне очень нравятся, но не пошли. И я перед тем, как уезжать в понедельник прошлый, сняла первый день, и у меня застряло, я не могла снимать видео. Ну, во-первых, я немножко заболела, а во-вторых, как-то вот не получается у меня, ну, никак снять на рот какой-то постоянный, и вообще мешают мне. Честно говоря, я расслабилась, ну, наверное, ещё и потому что приболела, поэтому и расслабилась. Хочется надеяться, что рандомная неделя пройдёт по-другому, но это надежда, а как пойдёт она, мы посмотрим. В любом случае, я хочу сегодня рассказать, что я беру в проект, что я свяжу за эту рандомную неделю, я тоже не знаю. Ну, какие-то предвижения будут, хоть небольшие, но они будут. И давайте посмотрим. Да, сначала прандомная неделя. Начинается она у нас сегодня, 8 августа, и закончится 14 либо 15 августа. Это понедельник, либо воскресенье, либо понедельник. Буду постоянно отключаться, потому что кашель жуткий напал на меня. И в этот раз нас участвует очень немного, по-моему, так, сейчас скажу, сколько нас человек. Да, в этот раз на Дзене у нас 6 девочек участвуют, вернее, на Ютубе 6 девочек участвуют, а на Дзене пока нас двое. И мы решили, что, я не знаю, может быть, еще присоединится к нам кто-нибудь, но мы решили, что на Дзене у нас не будет списка, а мы будем только по хэштегам. Хэштеги я буду оставлять. Пожалуйста, пройдите по хэштегам и посмотрите всех, кто будет участвовать в рандомной неделе августа. Может быть, кто-то из девочек еще присоединится в Дзене. А на Ютубе списки будут под каждым видео, поэтому проходите, смотрите. Поддерживайте нас. Нас мало, но мы в тельняшках. Вот. Ну и, в общем-то, наверное, все. Давайте перейдем к моим процессам, которые я хочу взять в эту неделю, в рандомную. И начнем с первого номера. Я уже себе все расписала. Начнем с первого номера. Я уберу все свои котомки. И первым номером у меня будет мой кардиган. Мне очень неудобно. Я буду одной рукой держать камеру. Она у меня стоит на палке селфи. Очень удобная палка, но стоит на кровати, мягкая, и я боюсь, что она свалится. Мой кардиган, я его... Сейчас, секундочку. Чуть-чуть расправлю вот так. Вон у меня сегодня на улице ужасный ветер. Три дня очень сильный ветер, вода ледяная. Я сегодня не пошла на пляж, потому что вчера ходила и позавчера ходила. Но сегодня я сказала, просто не пойду. У меня просто нет сил. Болит горло, кашляю, чихаю. Прям совсем расквасилась. Вот. И я, когда уезжала из дома, я поставила маркер. Ой, здесь искачала. У меня спицы. Петли со спиц. Вот, у меня стоит здесь беленький маркер. Вот тут. Это я вязала дома, а это вот я буду отсюда вязать. Что мне здесь надо связать? У меня остался вот такой моточек. Небольшой. Ой, извините, ради бога. А вот такой моточек. Я его довяжу. А потом я хочу начать вязать рукава. Ну, я с собой взяла хорошо пряжу. Пять мотков. Еще думаю, вдруг не хватит. Надо еще взять. Я хочу связать рукава. У меня пряжи много. Она, конечно, останется. Просто хочу связать рукава, пока помню узор. Потому что потом забуду узор. А у меня спинка и полочки будут лицевой гладью. Это будет как бы нормально. А вот рукава на всякий случай. Если я вдруг начну вязать рукава, я не буду здесь ставить маркер, потому что мне надо начать с подрезов. Не знаю, что я начну. Либо буду довязывать этот моток, либо начну рукава. Так что если с рукава, то с подрезов начну. Это у меня первый номер. Давайте ко второму перейдем. Сейчас я уберу все отсюда. Ой, сейчас я это все уберу. И вторым номером. Вторым номером у меня должен начаться новый процесс. А, нет. До второго номера я забыла сказать, с какой пряжи я вяжу. Я вяжу из пряжи Папирус от Фибра Натуры. Здесь 72% хлопка и 28% буретного шелка. Вот цвет такой вообще у Фибра Натуры Папируса. Все цвета такие неяркие, они немножко припыленные. Вам сильно, по-моему, засвечу, насколько мне видно сейчас. Потому что я сижу недалеко от балкона, на улице солнце. И цвет не передается, он сильно засвечивается. Но цвет очень, конечно, красивый. Нравится мне. И пряжа нравится, и цвет нравится. Все нравится, и хочется побыстрее связать. Спицы у меня три с половиной. Не знаю, наверное, я маловато и взяла для этой пряжи. Но почему-то мне навязала на четверке, мне не очень понравилось. Я решила взять спицы три с половиной. Ну и теперь давайте второй процесс. У меня есть вот такая пряжа. Это пряжа подмосковная. 50% хлопок. Ой, шерсть 50 акрил. Я из этой пряжи вязала носки в прошлом году. Наверное, три или четыре пары связала. И хочу в этом году связать носочки. Носочки будут такие же, как я вязала в прошлом году. Я могу оставить... Мне на эти носочки есть мастер-класс. Я оставлю ссылочку. Если кому-то будет интересно, можете пройти, посмотреть. Носочки очень красивые. Получается пяточка строк. И сзади, на середине... Вот после резинки, на середине ноги идут переплетения с задней части. Нижняя, вернее, стопа резинкой 2х2 вяжется. А верхняя часть носка лицевой глади. Вяжу я на такие носочки из этой пряжи троечкой. И, наверное, я эти носочки... Ну, меня вот, смотрите... Я просто покажу не потому, что я буду именно вот всё это вывязывать. Нет. Но вообще, когда-то, наверное, я это всё вывяжу. Это у меня вот такое количество этой пряжи. И я планирую связать носочки. Мне нужно... Я хочу связать одни носочки в подарок. А я думаю, что мне хватит и на вторую пару. А вторую пару я буду вязать для благотворительности. И отправлю Ане Полозняк, когда будет проект «Наши тёплые дела». Но сейчас я начну пока одну пару вязать. Вяжу я спицами троечка. Сразу два носка. Мэджи-клуб. Ну, наверное, всё. Вот по своему мастер-классу буду вязать. Это у меня будет второй процесс. Так, убрала третий процесс. У меня серые носки. Я извиняюсь, но я буду доставать вот отсюда, потому что я брала с собой на пляж. На пляже немножко вязала. Носки я начала вязать в проекте «Триастарты». И они у меня остановились. Сейчас, секунду. Вот на таком процессе. А почему они у меня так связаны? Ну, эти носки вязались в «Триастартах». И ещё есть такой челлендж, который называется «Свежи из остатков». Челлендж придумала этот Алина. Канал её называется «Алина вяжет». И я решила, так как у меня остатков достаточно большое количество, у меня есть одна часть видео об остатках, вторую часть я приеду домой, сниму. А я решила извязать остатки на носки, на варежки. Я взяла вот такую светлую серую нитку. Я её извязала вот совсем в конец. Её больше у меня нет. Теперь я вяжу вот такой серой ниткой. У меня есть два моточка. Я не знаю, вот этот моточек и вот ещё вот такой моточек. Я не знаю, насколько мне хватит, когда... Ну, вот я планирую, наверное, это будут мужские носки. И я планирую связать их приблизительно где-то 43-42. 42-44 размера. Вот так. Ещё здесь я провяжу сантиметра, наверное, 2-3. Я их буду мерить на парня. Парня, у парня 43-й размер, ещё сантиметра, наверное, 2-3. И буду переходить на пятку. И потом закончу вот этим цветом. Вот так. Будет там тоже элемент хеликса, чтобы закончить, перейти. А, не видно, да? Вот так. И вот этим цветом я закончу. Ну, получается вот так вот. Вот так. Я думаю, что будет неплохо. И главное, что у меня уйдёт эта пряжа. Я буду безумно рада. Так. Ну, и надо поставить маркировочек. А почему я так вяжу 2 носка? Не очень мне, конечно, удобно. Ой. Не очень удобно. Но дело в том, что я начинала с моска. И почему-то я начала 1 стала вязать. Потом думаю, что ж я вяжу 1. Стала вязать 2 в параллели. Потом я их надела вместе на одни спицы. И что-то так запуталась, запуталась. Думаю, нет. Я уже как начала, так и буду вязать. Так и осталась. Вяжу 1 носок, а вяжу 2, чтобы они были у меня одинаковые. Сейчас я надену на них маркер, чтобы нет падает. Я отключу и поставлю маркер. Так. И вот я поставила 2 синих маркировочка. И если у меня выпадет номер 3, да, я буду вязать эти носочки. Да, вяжу спицами троечкой. Это карбоновые спицы номер 3 от Нитпром. Так. И убираю это всё. Четвёртый процесс у меня зайчик. Я начала, хотела его начать в 3 стартах. Даже, смотрите, начала. Вот, видите. Но здесь меня постигла неудача, потому что это было просто моя неправильная, я считаю, неправильное моё решение, что я взяла эту пряжу. Это накой стива 375 метров в 100 граммах. 50% хлопок, 50% акрил. Во-первых, у неё слабая скрутка, но даже дело не в этом. Всё-таки игрушки, низ такой, она, знаете, такая шелковистая. И игрушки из неё, ну, как-то вот, не знаю. То ли я просто себя плохо чувствовала. У меня... Я, наверное, раз 10 распускала, начинала, что-то вязала, опять распускала. Но вот, не знаю, у меня вот это... Буду я продолжать или не буду, я посмотрю как. Это у меня должен быть зайка, а вот это должно быть платьица на зайку. С одной стороны, хочется мне повязать, почему-то захотелось повязать эту зайку. Ну, может быть, буду продолжать, посмотрю, что у меня получится. Если у меня будет вязаться нормально, значит, я буду вязать из этой пряжи зайку. Будет настроение, будет вязаться. Ну, и потом посмотрим, что будет выпадать, чем сколько я буду вязать. На самом деле, времени совершенно не получается повязать. Ну, вот даже в обычные дни, в рабочие, когда я дома, я, по-моему, вяжу больше, чем получается у меня здесь повязать. Так, дальше у меня пинетки. Ну, это тоже пинетки. Я тоже начала вязать из пряжи подмосковная. И повязала вот такой кусочек. Я провязала стопочки. Вот. Не считала еще, сколько петель. Вот такое. Я сосчитаю, сколько петель я провязала. И потом буду дальше вязать пинетки. Пинетки связать хочу. Мне есть кому их подарить. У нас девчонок много рождилось. В этом году еще родятся. Еще две девочки на подходе. Поэтому подарить есть кому. Ну, и потом дальше буду думать, что с ними делать. Вот такая стопочка. Здесь, наверное, надо будет еще продолжить немножко. Это приблизительно от нуля до трех месяцев. Вот такие пинеточки. Сначала свяжу стопочку, а потом провяжу переднюю часть, а потом боковые и буду вязать по кругу. Так, это пинеточки. Это у меня пятый номер. И шестой номер. Да, хотела сказать, что, наверное, пинетки и носки вот эти... лавандовый цвета, это, наверное, тоже подойдет под челлендж свяжись остатков. Потому что это все, что у меня осталось. Вот эти вот, вот эти два и вот этот вот кусочек на пинетке. Поэтому это тоже остатки. И третий процесс... Вернее, пятый процесс, самый последний. Он у меня будет в двух проектах. Вернее, начну это я... Если он выпадет, начну я в рандомной неделе. А потом будет у меня проект, который называется «Носочный фейерверк». Организовала его Светлана. Канал ее называется «Клубочек». И в этом проекте я хочу тоже... Там вяжутся носочки. У меня об этом проекте есть видео и на Ютубе, и на Дзене. Я оставлю ссылочки. Если будет интересно, можете пройти посмотреть. И даже подключиться к нам. Светлана выложила цвета на август месяц. Там зеленые, белые. Вот у меня здесь зелень. И такая зелень разных цветов. И я хочу... Не знаю, я ее купила в фикс-прайсе. Здесь в 50 граммах 210 метров. Но это чистый акрил, наверное. Но не знаю, зачем я купила ее. Вот я купила. У меня таких два моточка. Один с зеленой, другой синий с белым. Но зеленый мне подходит под цвет августа. Поэтому я его взяла с собой сюда. И буду вязать не носочки, а хочу связать следочки. Следочки тоже будут для благотворительности. Я их отправлю, а не полозняк. Я не знаю, сколько у меня получится. Одна пара следочков из этой пряжи. Две пары следочков. Ну, сколько получится, столько и получится. Здесь ничего не написано. О номере пряжи только написано. Ручная стирка. Глажка нельзя. Химчистка нельзя. Стиральная машина нельзя. Ничего нельзя. Только ручная стирка. И... Что это сделано в Китае. Больше ничего. Буду пробовать. Вы знаете, вот смотря, как падает цвет. Сейчас, кажется, они какие-то серые. Но я смотрела дома, они были у меня зеленые. Как падает цвет. Какие-то они... Они такие, наверное, хамелеонистые. Вот дверь прикрылась, они стали зеленоватыми. Света стало меньше, они стали зеленоватыми. Свет появляется, они получаются какие-то серые. Ну вот, из них буду вязать следочки. И когда я свяжу, я отправлю тоже Ане для благотворительности. Ну вот, все шесть процессов, которые я беру с собой в работу, в рандомную неделю, мы разобрали. Есть уже задание, есть номер. Давайте мы сейчас посмотрим, что выпало. И я потом расскажу, чем я буду сегодня заниматься. Доброе утро. Сегодня первый день, рандомная неделя августа. Я хочу пожелать всем, чтобы поставленные цели обязательно были достигнуты. Ну а теперь давайте посмотрим, что нам сегодня скажут кубики. Чего они нам скажут? Итак, один и два. И вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие процессы, которые вроде и надо связать, и хотелось связать, а вот когда вяжется, начинают вернее вязаться, но никак не хочется, но никак не идет вещь. Стоит процесс на месте, и все. Что вы с ним делаете, с этим процессом? Вы продолжаете его вязать, несмотря на то, что я не хочу, мне не нравится, я не могу, или вы спускаете. И как по-вашему? Почему образуются такие процессы? Всем хорошего дня. У меня здесь все так наложено, потому что снимать совершенно нет возможности. Да, я еще хотела сказать о том, что мои видео будут выходить утром, потому что вот сейчас у меня просто есть небольшой кусочек времени, я снимаю, и времени снимать у меня не будет. Я могу снять утром, рано, когда все спят, выйти на балкон и снять видео. Я тогда буду снимать и тут же выкладывать на канал. Итак, выпал первый и второй номер. У меня кардиган и носки мятные. Носки мятные я начинать не буду, пока я хочу довязать свой кардиган. Вот этот маркер у меня стоит, здесь беленький. И я уже сказала, здесь говорила чуть выше, либо я начну с этого маркера, либо я начну рукава. Я посмотрю, как. Но в любом случае, я, наверное, сейчас у меня есть немножко времени, повяжу, повяжу, наверное, вот от маркера вниз, а дальше посмотрю. Мне просто надо будет померить, надо, чтобы на мне посмотрели, как сидит этот кардиган, потому что мне самой не особо видно. поэтому я сейчас повяжу от маркера, но и, наверное, попозже я отвечу. Нет, давайте я сейчас вот так буду держать камеру и отвечать на вопрос, который я задала. Я задала вопрос о том... Доброе всем утро! Сегодня уже 9 августа, сейчас раннее утро. Я вышла на балкон и решила ответить на вопрос. В принципе, знаете, вопрос, который я вчера задала, в принципе, он совершенно, на мой взгляд, несложный, но как-то у меня не складывается на него отвечать, потому что я с ним уже пятый дубль. Я только говорю и удаляю то, что я говорю, но тем не менее... Сейчас отвечу, значит, вопрос... Так, я буду по частям отвечать на этот вопрос. Есть ли у меня такие процессы, которые надо и хотелось бы связать, но не идет вещь. Есть. У меня есть такой один процесс. Вяжу я его... Вернее, вязала я его из пряжи Color City. Называется пряжа Орлекина. Очень красивая пряжа, очень красивый цвет. Знаете, цвет, наверное, такой сочной морской волны. И вот когда на нее смотришь, у нее она прям вот с каким-то блеском, с переливом. Небольшие такие... Такое впечатление, как будто в нее вставлены искринки. Там идет ниточка шелковая. Я так думаю, что это шелковая ниточка. Наверное, какая-нибудь синтетика такая очень интересная. И она вот дает вот эту искринку. Очень красивая пряжа. Но как-то вот вообще пряжа мне не зашла. У меня Color City много пряжи. Я уже много раз говорила. Но она как-то вот не подружились с мясней. Я начала вязать. Это был, наверное... Мне-то кажется, что это был конец 19-го, начало 20-го. Но я только помню, что это было давно. Наверное, 19-й год. Потому что это было, наверное, года 3-го назад. Я начала себе... Я очень хотела связать джемперок с круглой кокеткой. Кокетка вязалась крючком с такими листьями. Тогда очень многие вязали такую кокетку. Связала кокетку и что-то у меня как-то не пошло. Не пошло. Я сначала думала вязать низ само тело джемпера и рукава крючком или спицами. И как-то у меня зависло. Я что-то закрутилась и оно осталось. У меня осталось так и лежать. Лежит до сих пор. Потом посмотрела, мне показалось, что кокетка узковатая, тесноватая на мне. Я связала новую кокетку. Но удивительное самое то, что, во-первых, пряжа ужасно линяет. Ужасно линяет. И когда я вязала эту пряжу, из этой пряжи кокетку, пряжа стираная, потому что я вязала из нее джемпер дочери. Но у меня дочь похудела очень сильно. Она шла к этому. Она похудела практически на 60 килограммов. Она шла к этому, шла очень серьезно. И пока я вязала, она похудела, и на ней этот джемпер был, уже стало худеть. И он не должен был быть диверсайз. И он на ней очень нехорошо смотрелся. Но когда я связала отдельные части, я постирала. И вы знаете, когда я опустила в воду, ну будем говорить, что это джемпер, да, вода окрасилась точно такой же цвет. Но самое ужасное, что окрасились в мои руки. Благо это было, не помню, то ли вечер субботы, то ли воскресенье, пятница вернее, что я была два дня дома, я их отмыла. И самое удивительное, что пряжа цвет не поменяла. Я потом распустила, стала себе вязать, и когда я себе вязала, меня пальцы были тоже синего цвета, такого сине-зеленого цвета. Вот. Ну это очень неприятный момент вязании, но тем не менее я довязала кокетку и положила. Я даже не знаю, почему. Нет, я не думала, что я буду, как я буду дальше вязать. Я знала, что я хочу набрать петли спицами и дальше вязать спицами. Но у меня этот процесс лежит столько лет. Я периодически достаю, смотрю на эту кокетку и думаю, какая красивая кокетка. И опять кладу. Ничего я с ней не делаю, я только на нее смотрю. Буду ли я продолжать вязать, это, наверное, вряд ли. я, наверное, у меня сегодня я пока думала, о чем мне, о какой вещи рассказать, потому что у меня это, наверное, единственная вещь, которая лежит недовязанная. Еще есть пряжа Color City, называется кролик. Я вязала палантин в подарок, но я его благополучно распустила. Тоже мне не понравилось, тоже не пошло у меня вязание, и я его распустила. И я вот сегодня сейчас сидела и думала, а что бы я из этой пряжи сделала? У меня возникла мысль, а если пустить его на плед? Ну, жалко просто, пряжа хорошая, в принципе, мне нравится, красивая пряжа, и лежит без толку, снимает место, а я вместо нее что-нибудь другое положила. И вот я подумала, что, наверное, я начну вязать плед с чем-то скомбинированным. Вот. И почему это происходит? Ну, почему это происходит? Потому что мы, у меня это точно, я немножко повязала этой пряжи, и у меня возникла с ней нелюбовь. Наверное, какой-то внутренний сработал такой заборчик, который не дает возможность перейти вот эту грань, перейти от нелюбви к любви, от недружбы к дружбе. И наверное, даже не хочу переходить, я хочу остаться по ту сторону забора, которая... нет, я не хочу остаться, я пробую, я пробую, я пытаюсь перешагнуть эту грань, но у меня не получается, не получается, потому что у меня очень сильно, наверное, в голове засело то утверждение, что мы с ней не дружим. Недавно я вязала носки, тоже из Color City, с таким трудом, но довязала, правда я довязала, а что касается джемпера, то я приеду домой, и как будет возможность, когда дойдут до него руки, я наверное распущу и буду пробовать связать плед. Но если я попробую и свяжу плед, комбинируя эту пряжу с какой-то другой, потому что у меня килограмм, и я не думаю, что мне хватит на полноценный плед, а вязать крохотульку не хочется, я обязательно поделюсь с вами, покажу и расскажу. Ой, у меня прям сейчас, знаете, вот эта идея пледа, она меня прям вот, знаете, обволакивает, заволакивает, нет, очень хочется, вот прям очень захотелось попробовать из нее связать плед. не хочется, чтобы эта пряжа просто лежала мертвым грозом, а хочется, чтобы это было какое-то изделие. И я попробую связать плед, и тогда обязательно покажу вам, что у меня получилось. Все, на этом я хочу закончить свое видео, сейчас я смонтирую, выложу на канал, и приступлю ко второму дню нашей рандомной недели. большое спасибо всем, кто пришел и посмотрел мое видео, большое вам спасибо за то, что приходите, смотрите, пишите комментарии, и мы с вами встретимся уже завтра утром. Всем хорошего дня, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok